В Наринмаре прошел пятый ежегодный слет добровольцев. По традиции, во Дворце культуры Арктика подвели итоги уходящего года и наградили лучших представителей общественных волонтерских организаций и объединений. Подробности у моей коллеги Александра Литковой. За прошедший год добровольцы, которых в округе насчитывается почти тысяча человек, провели более 50 мероприятий и участвовали в 18 проектах. Заслуженные награды в этот день получили порядка 100 волонтеров Неньского округа. Лучшей добровольческой командой года стал отряд «Импульс» школы села Коткино. Волонтерское движение в селе Коткино было организовано 6 лет назад. Сейчас в его составе 20 добровольцев. Общественным помощникам здесь всегда есть чем заняться. Постоянно следим за территорией памятника. Чистим от снега. Ветеранов войны у нас уже нет. А вот частично пенсионерам, например, чем мы можем помогать, совместно с Союзом Женщин России, с Красным Престом, иногда делаем открыточки поздравительные, юбилейные, новогодние. Вот уже заново будем тоже делать новогодние открыточки. Вот посильную помощь, то, что дети могут. Добровольческое движение в регионе с каждым годом набирает обороты. В том числе благодаря федеральной и окружной поддержке. Наиболее популярными направлениями являются социальное, культурное, военно-патриотическое и экологическое. Для координации волонтерской деятельности в феврале этого года был создан ресурсный центр поддержки и развития добровольчества. Сейчас оно как бы наиболее актуально, но по всей стране на него делается большой акцент на вовлечение людей в волонтерскую деятельность. И мы стараемся уже работать не только с молодежью, не только с детьми, которые учатся в школах, но и выходить на старшее поколение. У нас в этом году был создан здесь клуб серебряных волонтеров, куда у нас ходят лица старше 55 лет. То есть бабушек наших, дедушек мы также привлекаем в волонтерской деятельности. С приветственным словом от имени главы региона выступила вице-губернатор Наталья Сидорова. Сегодня вы и те общественные организации, которые вы возглавляете, являются равноправными партнерами органов государственной власти. Те идеи, которые вы генерите, они очень часто ложатся в основу принимаемых нами решений. И за это вам отдельное огромное спасибо. В этом году специалисты ресурсного центра выполнили все девять шагов стандарта поддержки добровольчества в регионах России. А в следующем году будет проходить сертификацию, чтобы официально стать членом Ассоциации волонтерских центров.